Привет! Что читаете? Сегодня дежурная по чтению я, Светлана Облязова. В этом выпуске я расскажу вам о книге «Шенен Мессенджер. Пепел Атлантиды» из цикла «Хранитель забытых городов». Каждая книга серии входила в топ-100 лучших книг фэнтези для подростков по версии Amazon, стала бестселлером популярного издания New York Times и издания USA Today. Серию достоилась престижной награды California Young Reader Medal как лучшая книга для подростков в жанре фэнтези. Шенен Мессенджер окончила школу кинематографических искусств. Так же, как в детстве, она до сих пор ест регулярно на завтрак кексы, спит с синим чучелом слона по имени Элла и иногда разговаривает с вымышленными людьми. Для нее вполне естественно писать рассказы для детей. Серия «Хранитель забытых городов» повествует о школьнице Софи, которая живет обычной и нормальной жизнью. Но однажды она встречает очень загадочного мальчика, который утверждает, что Софи обладает магическими способностями, ведь она эльф. Софи смотрела на сверкающий коридор, уходящий под землю. Все глубже, глубже и глубже, пока далеко впереди его не поглотили туманные тени. Дорога, сложенная из древних золотых и серебряных камней, которая не должна была существовать, но она была, спрятанная у всех на виду, но никуда не пропавшая. Она взглянула на друзей, собравшихся силами перед лицом опасности, ждущей впереди, и увидела в их глазах отражение собственных чувств. Сомнений, испуг, но вместе с тем решимость. В далекой темной глубине их ждал не просто секрет, их ждал ответ, истина. Пришла пора ее раскрыть. Пора перестать верить в сказочки, которым их кормили всю жизнь. Пора увидеть мир таким, каков он на самом деле. Пора кое-что вернуть. Поэтому вместе, все как один, они взялись за руки и двинулись вниз по длинному скользкому спуску. В прошлое, во тьму. Ты меня помнишь? Софи не успела взять себя в руки, и вопрос сорвался с губ. Тяжелые слова будто рухнули на пол захламленной спальни с глухим стуком. Дрожащая девочка, глядящая на нее огромными глазами, медленно кивнула, и заколотившееся сердце Софи рухнуло в пятки. Младшая сестра не должна была ее помнить. Строго говоря, они даже не были сестрами, по крайней мере, по крови. Конечно, они обе выросли в одном и том же доме в калифорнийском Сан-Диего. Обе считали, что у них одни родители, несмотря на то, что кореглазая блондинка Софи выделялась в семействе брюнетов со светлыми глазами. Но это было до. Сейчас они жили после. В мире, где существовали эльфы, ни капли не похожие на персонажей из глупых человеческих сказок. Они были красивыми, могущественными, практически бессмертными. Жили на своей земле, в скрытых от глаз сверкающих городах. Правили миром из тени. И Софи была одной из них. Рожденная от людей, но не человек. Она была частью тайного генетического эксперимента группы повстанцев. Частью проекта «Лунный жаворонок». Ее ДНК изменили, ее способности приумножили и переделали. И все для того, чтобы создать нечто особенное. Нечто могущественное. Нечто до сих пор непонятное даже ей самой. Она столько лет чувствовала себя не на своем месте, даже в кругу любимой семьи. А потом эльфы, наконец, открыли Софи правду о ее жизни и забрали в забытые города. Они хотели объяснить ее исчезновение. Но вместо этого она попросила навсегда исчезнуть из человеческой памяти, чтобы родителям не пришлось оплакивать потерю ребенка. Поэтому специально обученные телепаты стерли ее семье воспоминания. Потом их перевезли в другой город, дали другие имена и даже шикарный дом, где сейчас стояла Софи, со старомодными окнами и деревянными панельными стенами. Но стертые воспоминания на самом деле никуда не исчезли. Стоило только зацепиться за что-то и... «Не понимаю», — шепнула ее сестра, потирая глаза, будто надеялась, что зре не прояснится. «Тебя, тебя здесь быть не должно!» И это еще мягко сказано. Софи не должна была знать новых имен семьи, как и место их проживания. И ей категорически нельзя было их навещать, чтобы ничего подобного не произошло. И что в итоге? В итоге приходилось стоять и воздвигать ментальный барьер, защищаясь от хаотичных мыслей сестры, бьющихся в сознание стадом сбесившихся мастодонтов. Человеческие мысли не были такими закрытыми, как эльфийские, и распространялись повсюду, подобно радиоволнам. «Эмми, послушай, я не Эмми!» Софи отругала себя за оговорку. «Да, я имела в виду...» «Стой!» Ее сестра несколько раз беззвучно повторила имя, будто вспоминала, как оно ощущается на губах. «А ведь я Эмми, да? Эмми Фостер!» Софи кивнула. «Тогда кто такая Натали Фриман?» «Коже ты?» «Эми, Натали?» Или как теперь еще ее называть? Застонала, стискивая пальцами виски. «Знаю, ты сейчас ничего не понимаешь», — сказала Софи. «Стертые воспоминания часто возвращаются кусками, оставляя кучу дыр. Обещаю, я все объясню, просто не сейчас», — закончил за нее голос четким акцентом. Софи вздрогнула. Она практически забыла, что у самого напряженного семейного воссоединения в истории семейных воссоединений были зрители. «Вы кто?» — спросила ее сестра, пятьдесят ребят, стоящих за спиной Софи. «Это Фитц», — представила Софи, указывая на темноволосого юношу. Тот сверкнул бирюзовыми глазами, улыбнулся так, что посрамил бы любую кинозвезду. А это Киф. Киф привычно усмехнулся, приглаживая искусно растрепанные светлые волосы. «Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Эта книга та самая, из-за которой я теперь обожаю читать. Каждую часть я жду с нетерпением и даже расстраиваюсь, когда вижу, что в Америке все части уже вышли, а у нас еще нет. Вообще писательница постаралась на славу, и я хочу поблагодарить тех, кто занимается переводом этой книги. Спасибо за это маленькое чудо». «Спасибо за чудесную историю. Советую всем и каждому. С каждой страницей мы узнаем еще больше о жизни совсем юной девочки Софии. Очень хочется прочитать продолжение и узнать, что будет дальше». Лихо закрученный сюжет не оставляет ни на секунду. Главная героиня и ее друзья постоянно ввязываются в новые приключения, иногда опасные, иногда просто дурацкие. Но герои не забывают, что они пока еще подростки, поэтому они всегда находят минутку, чтобы поссориться, помириться и пошутить. В серии очень много разных персонажей с разными характерами. Читатель всегда найдет того, с кем больше всего себя ассоциирует. От этого чтения становится увлекательнее. «Не волнуйся, мы тут все стоим в фан-клубе «Фостер». Мы друзья», – пояснила Софи, когда сестра отодвинулась еще на шаг. «Им можно доверять». «Я даже не уверена, что тебе можно доверять», – она с прищуром оглядела одежду Софии. Приталены фиолетовые туники с черными леггинсами, ботинки и черные короткие перчатки. Фиц с Кифом тоже носили туники и штаны. И хотя в целом одежда не выглядела настолько уж эльфийской, она сильно отличалась от джинсов и футболки ее сестры. «Но ты ведь доверилась нам и вышла, согласись?» – спросил Киф, указывая на все еще открытую дверь шкафа. Сестра София обернулась на темный закуток, из которого выбралась практически вся одежда, в нем кучей валялась на полу. «Вы говорили, что вернете моих родителей. Я и вышла только поэтому». А вот и она, причина, по которой София нарушила все законы и бросилась в запретные города к семье. Она много месяцев защищала приемных эльфийских родителей, думая, что Киф предупреждал об опасности именно для них. Но они оба забыли, что у нее есть еще одна семья. Семья без могущественных способностей и телохранителей, способных их уберечь. «Вы правда найдете маму с папой?» – шепнула ее сестра, давая Софии возможность ответить. «Ну конечно, все будет хорошо». Ей хотелось сказать так, но за похищением стояли незримые. Те же злодеи, что похитили Софии, пытались ее и убили тех, кем она дрожила. И как бы София не пыталась их остановить, они всегда оказывались на 10 шагов впереди. Киф коснулся ее дрожащей руки. «Мы вернем их в целости и сохранности, обещаю». В его голосе слышались чистые решимости, но София видела тень, омрачавшую светло-голубые глаза. «Вина». Несколько месяцев назад Киф сбежал и присоединился к незримым, планируя стать двойным агентом и разрушить порочную организацию изнутри. Но они обвели его вокруг пальца и обманом вынудили направить Софии с друзьями по неверному пути. Отчасти Софии захотелось оттолкнуть Кифа, взвалить на его плечи ответственность за все произошедшие ужасы. Но глубоко внутри она понимала, что не он один пропустил все сигналы. К тому же он каждый день изо всех сил старался исправить совершенные ошибки. Да, и винить его во всем было опасно. Эльфийское сознание было слишком хрупким для такой ноши. Поэтому София стиснула его ладонь, переплела пальцы и обернулась к сестре. «Помоги нам, расскажи, кто забрал маму с папой». Та обхватила руками живот, который был не таким пухлым, как в воспоминаниях Софии. А еще она подросла и коротко постригла вьющиеся каштановые волосы. На самом деле она в целом казалась куда старше той девятилетней девочки, какой ее видела София, уходя. А ведь и двух полных лет не прошло. «Я мало что помню», – пробормотала сестра. «Папа помогал мне с уроками, и тут снизу послышались странные голоса. Он велел сидеть тихо, а сам пошел смотреть, что происходит. Но я выглянула на лестницу и…» Она судорожно сглотнула. «Увидела в гостиной четырех людей, в черных плащах, с жуткими белыми глазами на рукавах. У одного из них на плече висела мама, а другой зажимал папе рот тряпкой. Я хотела помочь, но их было слишком много, а через пару секунд папа перестал шевелиться. Я попыталась доползти до телефона и вызвать полицию, но потом услышала, как они говорят про обыск дома, спряталась в ближайшем шкафу и закопалась в одежду. «Ты их разглядела?» Они постоянно ходили в капюшонах, но один из них…» «Один из них», повторила Софи. «Вы мне не поверите». «А ты попробуй», – сказал Киф. «Ты удивишься, во что мы готовы поверить, пообщавшись вот с этой вот». Он легонько ткнул Софи под ребра, и та поняла, что он пытается снять напряжение. Юмор был излюбленный защитной реакцией Кифа. Но у Софи не было сил на шутки, особенно когда сестра щепнула. Один из них постоянно исчезал, будто мерцал, то пропадал, то появлялся. Фиц пробормотал что-то себе под нос. «Это был Алвар. Ты его знаешь?» «Он много чего натворил», – мешалась Софи, взглядом умоляя Фица не говорить, что они братья. Ее сестре и так было сложно им довериться. «Как он так исчезал?» – пришептала она. «Какая-то магия», – с грустной улыбкой предположила Софи. «Я сама так подумала, когда впервые увидела. Но на самом деле таких, как он, мы называем эмфонистами. Он просто управляет светом». «А что с чтением мыслей?» – спросила сестра. «Пока они обыскивали дом, один из них сказал, что будет прислушиваться к мыслям поблизости. Поэтому я на всякий случай думала о темноте и тишине». «А ты, молодец», – похвалила Софи, поразившись сестре, сумевшей провернуть подобное. Та пожала плечами. «Я видел много фильмов, но он что, правда мог прочитать мысли?» «Да, как и любой телепат», – сказал Фиц. «Значит, это был Геттен». При упоминании его имени на Софи навалились кошмары, о разрушающемся замке и о лабиринте острых обломков. В ушах зазвенели крики, перед глазами заолело. Отчасти от ярости, но больше от ощущения раны, слишком глубокой, чтобы она перестала кровоточить. Медленный вдох прочистил мысли, и Софи сосредоточилась на бурлящих эмоциях, представляя свой гнев, страх, грусть в виде толстых нитей, которые она скручивала в узел под ребрами. Софи оставляет свою человеческую семью и отправляется в школу волшебства. С новыми друзьями она изучает магию и постоянно сталкивается с тайнами и загадками магического мира. В книге «Пепел Атлантиды» рассказывается о том, как некогда эльфы спрятали Атлантиду под толщей волн. Тысячелетия мирно текли мимо города, пока опасная преступница не вырвалась из-под стражи. Имя опасной преступницы и ее ужасные деяния эльфы предпочли стереть из памяти, но ее безумная цель осталась прежней – уничтожить Атлантиду. Сжечь, затопить – все равно. Софи даже не подозревала о существовании этой ужасной преступницы, пока та не похитила кое-кого очень дорогого для девочки – ее родителей. Удастся ли Софи спасти свою семью, можно узнать только, прочитав книгу. Найти вы ее сможете в центре чтения нашей библиотеки. А вы читали «Хранитель заботы городов»? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok